Когда едешь по зоне, конечно, первое ощущение, вы знаете, населенные пункты, тишина, тихо. А этот месяц уже был март, апрель, как раз я ездил, аисты. И везде тишь. На ту самую зону отчуждения Анатолий Панкратов попал в 87-м. Ему было всего 28 лет. Сержант запаса работал составителем поездов на станции Стенькино-2. Когда пришла повестка, долго не думал, говорит Анатолий. Надо, значит, надо. В городе Рыбное сформировали железнодорожный батальон из 560 рязанцев. 19 марта они приступили к работе в зоне отчуждения. Работа батальона заключалась в укладке железнодорожных путей, непосредственно прилегающим к энергоблокам, к первому, второму, пятому. На промплощадке работа велась в районе Рыжего леса. Батальон буквально жил в зоне. Дислоцировались в поселке Ильинцы. Это 15 километров от места аварии. Вокруг тот самый Рыжий лес. Такое название он получил из-за цвета листвы и хвои, который изменился из-за радиации. Работать приходилось по 10 и больше часов. Про защитный костюм от радиации вспоминается смехом. У нас защита была общая, войсковой костюм, лепесток и вот как и все. Больше ничего, бушлат. Больше только вот этой химзащиты, которая у нас была, только спасали. Ну, естественно, иной раз, когда приезжали и лепестки снимали, что же молодые горячие еще были на тот период приходилось. Но первое ощущение, конечно, когда попал в зону, это першение в горле. Батальон работал группами по 20-30 человек. И внимания на радиацию фактически никто не обращал. Когда вернулся, в военном билете дозу облучения написали, говорит, чуть ли не наобум, 5,47 рентген. По ощущениям организм будто парализовало. Восстанавливался потихоньку, буквально шаг за шагом. Через полгода после возвращения получил вторую группу инвалидности. Мне пришлось свои законы и права отстаивать и в районных судах, в областном суде, в Верховном суде, в Президиум Верховного суда, в Конституционном суде. Я был представителем в 2000 году. И я писал письмо в Европейский суд, еще тоже писал по правам человека. Благодаря сплоченности коллектива рязанцев-ликвидаторов, говорит Анатолий, Союзу ветеранов России законное право удалось отстоять. Объединились, как тогда, в конце 80-х, чтобы вместе ликвидировать последствия крупнейшей аварии в мире. Кто, если не мы, на тот период надо было ликвидировать? Ребята трудились с честью и хвала. Это отдать должное. Мы просто своевременно выполнили все задания, которые были возложены на батальон. Анатолий говорит, что сейчас около 60% его сослуживцев умерли. Батальон проложил 22 километра подъездных путей. Анатолий предполагает, что планировалось, видимо, возвращение людей в города после ликвидации. Но за 35 лет с момента строительства ни один вагон по этим путям так и не проехал. Всего в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовало 2,5 тысячи рязанцев. По подсчетам СМИ в живых осталось только полторы тысячи.